Сегодня подвести итоги года в программу «Красиво жить» пришел замечательный коллектив «Театра танца». Кстати, танец у каждого занимает разную степень важности в жизни. Для кого-то, оказывается, это и есть целая жизнь. Так что мне не терпится познакомить вас с моими гостями программы, тем более девочки в этом году уж точно заслужили подарок к Новому году от Дедушки Мороза. Степень самореализации человека, качество жизни и даже его судьба во многом зависят от полученной им базы в детстве. Больше всего родители желают, чтобы их дети выросли здоровыми, умными, успешными, с перспективной, счастливой, интересной и насыщенной жизнью. Мало кто знает, что именно танцы могут дать такой успешный вектор. А для того, чтобы наглядно в этом убедиться, мы пообщались сегодня с преподавательским составом и ученицами лидирующего танцевального коллектива не только в Ростове, но и в мире. Галина Владимировна, здравствуйте! Я очень рада, что мы сегодня таким кругом собрались все вместе с вашими звездочками, с вашими девочками. Как удается, во-первых, воспитывать таких девочек, какие у них бывают сложности, и сколько вообще деток в среднем маленького возраста занимается в коллективе? Ну вот здесь две девочки присутствуют, которых мы возили на чемпионат мира в этом году. Они выступали в категории «Бэби». Конкуренция на чемпионате мира очень огромная. Там 34 страны в этом году принимало участие. И жюри было совершенно все сплошно странное. То есть абсолютно не было советских, российских специалистов в жюри. Тем не менее, они признали их действительно лучшими. Одна из них завоевала золото в джазе, другая золото в балете. Как вообще проходит работа с малышами? Мы принимаем всех малышей без исключения. Любим с ними, возимся, играем. Где-то на первичном этапе это происходит как в игровой манере. Затем смотрим и видим те, кто действительно трудится, те, кто действительно вкладывается, родители детей, которые вкладываются и временной, и... Серьезно относятся, подход такой, да? Подход серьезный у них к нашей деятельности. То есть это не просто потанцевать, это не просто позаниматься спортом. Это действительно добиваться каких-то результатов. Именно из тех деток получаются такие замечательные танцоры. То есть они уже в таком маленьком возрасте уже настроены на серьезную работу. Именно это и помогает им выигрывать. Сложно себе представить, но ведь именно нашим ростовским танцовщицам удается так успешно и гордо представлять город и страну. По итогу 2019 года успехи были в чемпионате мира по чирспорту, чемпионате России в Москве, золото дельфийских игр, корона лучшей танцовщицы американского континента, победы на Балтийской олимпиаде и рекордное количество золотых, серебряных и бронзовых медалей на чемпионате мира по танцам в Польше. Ну, не будем далеко ходить или разворачиваться. Вот со мной рядом сидят две прекрасные девочки. Расскажите, какие у вас впечатления, какие воспоминания в этом прошедшем году и, конечно же, какие награды, какие яркие? В этом году мы были недавно на чемпионате мира в Польше в Федерации IDO. Я там танцевала два соло – модерн и балет. В модерне у меня было три тура и 53 конкурента. Я заняла золото и всех их выиграла. В модерне было 19, и у нас тоже было три тура. Иногда на сцену приходилось выходить больше 8-9 раз, но меня это радовало. В рамках чемпионата мира проходила, ну, в рамках IDO проходили соревнования по импровизации, фестиваль, гран-при IDO. Я там заняла второе место, а Ксюша заняла первое. Алин, давай с тобой немножко пообщаемся. Расскажи о том, в каких конкурсах ты принимала участие. Нравится ли тебе заниматься танцами? Из какого возраста ты занимаешься танцами? Я занимаюсь танцами с трех лет. Так. А какие конкурсы у тебя были уже? Я была в Польше недавно. Я там заняла по джазу первое место, по балету второе, а по модерну тоже первое, и по коленке первое. Гран-при. Молодец. А кто с тобой ездит на все эти мероприятия? Я ездила сама в Польше недавно и с руководителями. В таком юном возрасте волнение танцовщика уходит на второй план, когда рядом и в поездке, и на выступлении с тобой дружный сплоченный коллектив, а также компетентные преподаватели. Соревнования дают ребенку просто скачок в развитии и формировании личности. Ну, а как минимум, это увлекательное путешествие, где выдается возможность посмотреть другой город, страну и мир в целом. Конечно, Ольза танцев не только в самореализации, славе и путешествиях. Кому-то танцы жизненно необходимы, к примеру, в вопросе здоровья. Меня зовут Наташа, мне 11 лет. Я пришла в театр танца «Галатея» в 5 лет. Я люблю танцевать, и танцы мне помогли со своим здоровьем. У меня были проблемы с сердцем, но из-за того, что я много занималась, я укрепила свое сердце, и у меня все стало хорошо. В спорте без травм не бывает. Вот мы опровергаем это и стараемся именно без травм. У нас все дети проходят обязательно диспансеризацию. Как новички, так и бывалые ежегодно обязательно обследуются у врачей с ног до головы, так сказать. Если разумно подойти к физическим нагрузкам, которые дети получают на тренировках, можно действительно укрепить здоровье, общее самочувствие, физическую и моральную выносливость. На успеваемость в школе это тоже, кстати, положительно влияет. Я после школы бегу быстро домой, делаю уроки и бегу на тренировку. Я тренируюсь, потом иду домой, и встаю в 7 часов утра, и иду опять в школу. И мне очень нравится как бы танцевать, потому что это такой стиль, стиль жизни, да. А ты тоже в школе хорошо учишься? Да, я отличница в школе. Я учусь во вторую смену, поэтому я, когда встаю, я учу уроки, потом иду в школу. Быстро на тренировку, и потом вечером я тоже иногда доделываю то, что не успеваю. И такой образ жизни. Когда ты танцуешь, ты можешь показать какие-то свои эмоции. Тебе сейчас хорошо или плохо, грустно или радостно, и что-то показать. Недавно я была на чемпионате мира в Польше, где мы занимали золотые медали, серебряные. Весь пьедестал был наш. Еще там проходила импровизация параллельно, в которой я заняла бронзовую медаль. Также мы с Попковой Наташей в дуэте в модерне заняли золото на Айдио Гран-при. Когда я была за сценой, это очень волнительно. Ты думаешь, как же, чтобы все сделать, все, что правильно. А когда ты выходишь на сцену, ты забываешь, все делаешь. И если там что-то накосячил вдруг, ну, нечаянно, то ты смотришь на других, подстраиваешься и делаешь так дальше, как нужно. Не растеряться, главное, а собраться и дальше. Да, не показывать это другим. А расскажите про свои костюмы. У меня очень много костюмов. Их помогают шить наши тренера, мамы, швея. Все помогают в их создании. Мой любимый костюм – это джазовый. Он подходит под мои глаза, он голубого цвета. Костюмы для танцоров также влияют на победу. Ведь танцевальный номер – это прежде всего яркое зрелище. И чтобы завоевать расположение судей из зала, необходимо максимально ярко и уверенно себя заявить. Галина Владимировна, ну, а что пожелаете нашим телезрителям в преддверии Нового года? И особенно, наверное, тем, кто все-таки решил отдать своего ребенка на танцевальную такую индустрию. Хочется пожелать однозначно здоровья всем телезрителям – и взрослым, и маленьким. Хочется пожелать, девочки мне тут подсказывают, в Новый год поменьше есть, побольше двигаться. Ну, а если серьезно, то, конечно, хочется пожелать мудрых педагогов, хочется пожелать грамотных специалистов в работе с детками, да, со всеми телезрителями. Хочется пожелать доброты, мира, счастья всем. Ну, пусть сбываются ваши мечты. Ну, и я присоединяюсь к словам Галины Владимировны, наших девочек. Мы желаем вам достижения результатов в Новом году. Мечтайте, пусть все ваши самые сокровенные мечты исполнятся, и чтобы никто вам не запретил красиво жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова